Пять, четыре, три, два, один! К вам, к вам, к вам космический корабль! Смотрите, солнышки, ракету не строят на заводе. Ракету строят на большом, огромном месте на улице. Место, огромная поляна. Мы построили какую-то огромную ракету. Ракете нужна большая сила и много топлива. Зачем? Чтобы оторваться от земли. Если я возьму ручку, подниму повыше. Если я ее отпущу, она куда полетит? На землю или в небо? На землю. Если я на улице, ну, случайно упаду с самоката, ну, так мягко, куда полечу, в небо или на землю? На землю. Если у меня упадет блокнотик, то он упадет куда? На землю. На землю, потому что планета Земля нас всех к себе что делает? Притягивает. Ну-ка, ручки развели в стороны и показали такую сильную планету Земля. У нее столько силы, что она всех нас притягивает. Но чем выше, тем ей тяжелее притягивает. Тяжелее усиленок не хватает. Вот ракете надо вылететь из этой силы, чтобы Земля больше не притягивала. Тогда ракета сможет вращаться вокруг нашей планеты. А если Земля ее будет притягивать, у ракеты закончится бензин. Она раз и упадет обратно. Нам же не надо, чтобы ракета разбилась. Смотрите, сколько баков с топливом загрузили в ракету. А сами космонавты полетят у нас вон там, на самом верху. Мы один маленький отсек оставили для летательного аппарата. Вот у него это не крылышки, а солнечные батареи. Летательный аппарат вставляем на самый верх. Там у нас кабина для космонавтов. Мы ракету покрасили в какой цвет? Белый. Кто это в автобусе приехали? Космонавты. Космонавты. Что это они на автобусе-то приехали? Ну, приехали бы на автомобиле. Потому что космонавт не влезет в машину. Правильно. Потому что космонавт надел на себя купальник, что ли? Нет. А что он на себя надел? Шубу? Нет. А что надел? Скафандр. А зачем нужен скафандр? В космосе холодно-холодно. Темно-темно. И в космосе нечем дышать. Ну-ка, закройте ротик и вот так носик, и подышите. Хочется сделать вдох, да? Потому что мы, люди, дышим воздухом. В космосе воздуха нет. Поэтому приходится все в скафандр. Надо того, что скафандр тяжелый. Вот в таком большом шлеме. Положили на головушку одну, и ручку положили вторую. Космонавт большой. Так еще и шлем большой. Зачем? Чтобы там можно было повернуть головой, посмотреть, где там Соня, куда там Тимофейка. Где тут у нас Миша, где Кирюша, где Светик, а где Ксюша, а где Танюша. Чтобы можно было во все стороны посмотреть. Поэтому шлем огромный. Поэтому космонавт большой. Если мы поедем, Ксюш, на твоем Мерседесе, мы руку в Мерседес положим на сиденье, а нога уже не поместится. Придется ехать форточку держать, ноги. Форточки, ноги поедут. Как открылись двери, показываем. Двери открылись, вот такие большие. Космонавт в своем, вон у меня какой скафандр, видите, прошел в дверь, да? В своем шлеме прошел в дверь. Что это их тут два человека? Правильно, Свет, правильно, что? Места мало. В кабине мало места. Поэтому, во-первых, скафандры тяжелые, сколько занимают уже, да? Место, вес, масса. И еле передвигают, смотрите, по планете Земля. Но они по планете Земля медленно идут, потому что Земля притягивает. А в космосе никто никого не притягивает. Если мы будем передвигаться в космосе, то вот тут поплывет моя мышка наружка компьютерная. Рядом поплыву я. А рядом еще Мерседес. Потому что не притягивает Земля. Анафты, смотрите, как же они поднимутся на такую большую ракету. Это по лестнице пока идешь, устанешь. Как будем, Кира, поднимать свет? Ах, на лифте. Ну, давайте, зайдем с вами в лифт. Поднимаем вверх. Два человека всего лишь экипаж, да? Заходим в космическую кабину нашей ракеты. Готово к полету. Вот теперь пошел отсчет. Открыли ладошку. Пять, четыре, три, два, один. Смотрите, с какой силой поднимается ракета вверх. Вон ракета как быстро пошла. А что это такое произошло-то? Тут мега отвалилась. Сломалась, что ли, ракета? Нет. Не сломалась ракета? Сгорела. Сгорела? Как сгорела? Мы сейчас пойдем за хлебом в магазин. На голову нам, что ли, упадет эта штука. Нет, сгорит быстро. Сгорит? Ну, давайте, опыт. Помните, я вас учила. Вот так ладошечки сложили. И надо быстро-быстро, сильно-сильно потереть вот так. И приложили к щечкам. Ваши ручки стали теплее? Да, Мишка, куда-то там приземлился. Мишка, ты приземлился? Тебя земля притянула, что ли, вместе со стулом? Вот так же и баки. Если мы будем долго тереть ладошки, они у нас тоже сгорят, как в печке дрова. Поэтому здесь бак, пока летит, сгорит. Трется об воздух, сгорит. Второй бак тоже сгорел. Третий бак тоже сгорел. Смотрите, что произошло-то. А как же мы дальше? Смотрите, все сгорело. А дальше-то как? Ну что, так и останемся там, зависнем, что ли? Нет. Теперь у нас есть вот эти штучки. Ручки в сторону открыли. Вот там солнечные батареи. Теперь мы с помощью солнечных батарей будем жить в космосе. Нафт, смотрите, пошел работать. Так как в космосе очень холодно. Вот у пингвинов холодно, а в космосе еще холоднее. У пингвинов темно с белыми медведями зимой, а в космосе еще темнее. Поэтому космонавт выходит в космос в скафандре, чтобы не замерзнуть, чтобы хорошо дышать, и чтобы хорошо работать. А я спрашиваю, а где еще один космонавт? Не хочет вылетать. Кто сказал, не хочет? Ты, что ли, Свет? Он хочет, но он не может, потому что надо меняться. А вдруг вот этот вот тросик беленький сломается, тогда второй космонавт и тянет, да? Да. Ну вот смотрите, Миш, мы создали ракету. У нас все хорошо получилось. Космонавт в космосе. Мы знаем, что на ракете можно полететь в космос. А кто первый полетел на ракете в космос? Собачки. А до собачек летали мартышки, мышки. Кто только? Даже черепахи летали в космос. А оказались самые умные собаки. Потому что собаки слушаются человека. Человек говорит, нельзя. Фу. И собачка села и смотрит в иллюминатор в ракете. На собачек сначала посмотрели врачи. Сказали, какие хорошие собачки. Дышат правильно. И сердечко у них хорошо бьется. Собачек научили кушать, как космонавтов. Кто дома чистит зубы? Все чистят зубы. Вот космонавты все едят, едят. А из тюбиков вкусняшки собачкам приготовили скафандры. Подели на них шлемы. Им построили космический корабль. И собачки полетели в космос. Они молодцы. Полетели и вернулись обратно. Живы, здоровы, все прекрасно. Но спрашивают собачки в космосе хорошо, а не гав-гав. Собачки, вы не устали? Они опять тяф-тяф. Поэтому приняли решение полететь в космос. Кому нужно было, чтобы все рассказал. Кого в космос отправили? Космонавта-человека. Юрия Гагарина. Ядя Юра проснулся. Надел скафандр. На таком же автобусе, как мы сейчас смотрели, едет к ракете. Приехал. У него был оранжевый скафандр и белый шлем. Ракета, смотрите, настоящая, как взлетает в космос. Вот, командир что сказал? Желаю вам доброго полета. А Юрий Гагарин... Что сказал Юрий Гагарин? Поехали. И полетел в космос. Гагарин только один разочек вокруг Земли пролетел. Приземлился на парашюте. Идет, смотрите, по дорожке сообщать. Он был в космосе. Ему там очень понравилось. В левом нижнем уголочке нам надо нарисовать самую ближайшую к нам звездочку. Солнышко. Рисуем кружочек. Его вот так раскрасим. А почему не высоко? А потому что солнышко у нас будет низко, потому что мы полетим высоко. А солнышко будет слева. Хорошо? Давайте мы ему еще лучики нарисуем. Солнышко. Солнышко – это звезда, которая к нам ближе всех остальных. Она так понравилась людям на планете Земля, что они решили назвать ее как? Солнышко. Солнышко. С левого верхнего уголочка нарисовать вот такую горку в правой нижней. Получилось? Получилось. И синим фломастером на этой дорожке мы рисуем нашу планету. Наша планета, оказывается, вот по этой дорожке, по орбите, идет вокруг солнышко и никогда не останавливается. Нарисуем кружочек синий. Я вот так, смотрите, половинку раскрашу синим, а вот другую половинку – зеленый, коричневый или желтенький. У всех получилось? Давайте, давайте стараемся. Наша планета никогда не останавливается. Она всегда движется вокруг солнышка. Вот кому сколько лет, тот столько раз уже на планете Земля прокатился вокруг солнышка.